Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать аудиторию моего канала и сообщить, что сегодня у нас в гостях долгожданный эксперт Михаил Крутихин, эксперт нефтегазового рынка. И я должна признаться, мне кажется, я ни разу еще не ждала так долго подтверждения о встрече. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли для меня время. И у меня, конечно, довольно много к вам вопросов. Постараюсь уложиться в рамки здравого смысла. Хочу начать с Ирана. Вот почему. Дело в том, что вы закончили институт Азии Африки. Это при МГУ. Можно сказать, сначала когда-то было факультетом, потом стал целым институтом. И вы выбрали иранский язык. Я вчера разговаривала с Евгением Киселевым. Он сказал, что этот выбор часто был навязан. То есть абитуриент приходил, ему говорили, вот можно сюда или сюда. Вот все хотели на японский, а вот уже было нельзя. В вашем случае хотела вас спросить, вы выбрали язык персидский сознательно или вам его навязали? Ну, наполовину сознательно. Потому что когда я писал заявление, я написал «хочу учить японский язык». Тогда это в 65-м году, это было очень модно. Это тогда только-только они запустили скоростной пояс, синкансен, появились японские фильмы какие-то. И вообще какие-то контакты стали налаживаться. Да, это стало очень модно. Но мне сказали, вы знаете, мы берем только тех, кто на все пятерки сдаст экзамены. Или с золотыми медалями абитуриентов. Поэтому напишите какой-нибудь запасной язык. Я вспомнил Амара Хаяма, написал персидский. И вот так получилось. Я вам хочу сказать, что фарси в целом язык очень распространенный. 110 миллионов общей сложности, но диалекты разные. Более того, вы очень плодотворно поработали. И как переводчик довольно долго и в разных странах. В том числе, вы оказались в ТАСС уже в корпункте в Иране, в Тегеране, сразу после драматических событий, то есть исламской революции. У меня вопрос. Скажите, а вы в Иране еще застали моду, короткие юбки, красивых женщин на улицах и парижский образ жизни? Ну, вот как-то из этого биографического очерка выпала моя воинская служба. Потому что после института в 70-м году меня взяли на два года в армию. Никакой присяги я не приносил, советской формы не носил. И меня сразу послали переводчиком-лейтенантом в Иран. И вот в Иране при Шахе, в Шахской армии я провел два года. Да, там была другая атмосфера, не как в Исламской республике. То есть действительно были и девушки длинноногие, тонконогие в мини-юбках студентки. Ну и девушки были и в чадрах. То есть там пестрый был состав населения. Но совершенно спокойно можно было купить и водку, и никто... Причем это единственная была страна, которой разрешили выпускать московскую столичную водку, потому что, оказывается, вода там была подходящая. Так что Иран был совершенно другой. Я застал тогда даже празднование 2500-летия монархии. Все это было в 71-м году. Ну, это парад веков в Персеполе, около Шираза. Туда специально самолет нас отвозили из Тегерана. Ну, в общем, было очень интересно. А уже потом, когда не после революции, что называется, а перед нею меня послали в Тегеран. Дело в том, что я перед этим был корреспондентом в Каире. Потом меня перебросили корреспондентом ТАСС в Дамаск, в Сирию. И там вот как раз вспомнили, что, в общем-то, я владею персидским языком, я знаю, что такое Иран, специалист вроде бы. А там как раз был всего один человек, а второго только готовили. Ну, как готовили? Он был товарищ из КГБ, его надо было послать. А вот он был еще не готов. И говорят, давай временно мы тебя туда пошлем. Я на самолете рванул туда. Это было за несколько дней до отлета Шаха из Ирана и прилета потом Хамини. И я там застрял на три года. Да, вы знаете, во-первых, это, конечно, отважный был поступок с вашей стороны. Тут, понимаете, получается, что того, который из КГБ, видимо, он был готов морально, но, судя по всему, совершенно не выучил на нужном уровне фарси. Ну и, конечно, оказаться в гуще событий, очень драматических, которые мир уже оценивает цивилизованные, в общем-то, с негативной стороны, поскольку в итоге режим Айатол угодил под все возможные санкции. Поэтому, конечно, наблюдать, как это все происходит, я так понимаю, что вы застали вот этот самый кровавый период, когда они простреливали людям головы и сбрасывали их просто с крыши. Ну, вот до свержения Шаха вот этого не было, простреливания голов и так далее, сбрасывания с крыши. А затем, да, когда появились, ну, как бы, трибуналы, временные исламские трибуналы, то картина была такая, на крыше школьного здания, где помещалась резиденция Хамейни, там действовал Айаталах Аль-Хали был такой. Ну, абсолютно безумный человек. Вот он сидел на стульчике, ел мороженое, а перед ним привязывали к такой стремянке деятелей режима, членов правительства шахского, премьер-министра Хувейда был там такой премьер-министр, и расстреливали при нём. Иногда он сам брал автомат и тоже расстреливал их. Поэтому, да, правда, с крыши не сбрасывали, я не знаю, что потом делали с телами. Были такие эксцессы у нового исламского режима. Вот, понимаете, недавно была волна протестов. Ну, может быть, уже даже не недавно, уже как полгода об этом ничего не слышно, но тогда, вот полгода назад, эти протесты выглядели весьма перспективными. Скажите мне, пожалуйста, упустил ли цивилизованный мир свой шанс? Потому что Соединённые Штаты как бы не протянули в достаточной степени руку протестующим, несмотря на все призывы к Соединённым Штатам, и несмотря на то, что Соединённые Штаты были партнёрами предыдущего режима и как бы должны были бы быть заинтересованы по целому ряду соображений, чтобы в Иране вновь установился лояльный Соединённым Штатам режим. Как вы думаете, этот шанс уже упущен или будут новые возможности? Я очень опасаюсь, что упущен. Я вот каждую волну народных выступлений, как говорят, я её отслеживаю. Я смотрю и сейчас, опять где-то уже, по-моему, в 12 или 15 городах вчера были какие-то выступления против режима. Это не один-два города. Но, тем не менее, вы посмотрите, когда я уезжал из Ирана в 1981 году, там население было 36 миллионов человек. А сейчас почти 90. То есть вот люди, которые родились за этот срок, выросли, они не видели никакого другого режима, кроме исламского. Они были воспитаны вот этим исламским режимом. И если какая-то часть населения, она, ну, как бы вестернизировалась, она получила образование или симпатии какие-то приобрела в отношении западной цивилизации, западной культуры и критически настроена по отношению к действиям исламского режима, то это очень немногочисленные пока люди. И я опасаюсь, что вот в основной массе иранцы вот такое движение не поддерживают. Что касается американцев, то ну а что они могут сделать? Вот у вас есть страна, где 90 миллионов человек, и что, вот с ней начинать войну каким-то образом? Это никаких сил не хватит даже Соединенным Штатам, чтобы что-то там такое начинать. И потом это сразу вызовет, ну, не какую-то поддержку американцев, а наоборот, патриотические какие-то чувства в Иране. Американцы трезво оценивают свои возможности. Я думаю, что вот шанс на то, на вмешательство извне упущен. Я имела в виду, что можно было бы поддержать протестующих. Не самим как-то, но всё-таки помочь им. Ну, мало ли как. Я думаю, что для этого есть специально обученные люди и целая структура, которые знают, как поддержать протестующих. Не, ну, всегда говорили, что вы как можете поддержать? Ну, своими фильмами, Кока-Колой, западной культурой, музыкой. Ну, это вот молодёжь, и тут только часть молодёжи. А вооружённым каким-то выступлением? Ну, нет. Вот посмотрите, сейчас китайцы пытаются примирить Иран с Саудовской Аравией. А вот тут вот американцы могли бы, конечно… Я думаю, нынешняя американская администрация здорово упустила шансы, потому что при Трампе налаживали отношения с Саудовской Аравией и даже посадили за стол переговоров и помирили арабов с Израилем. То есть много что было сделано на Ближнем Востоке. А вот при нынешней администрации она на Ближнем Востоке выглядит очень-очень слабо и, пожалуй, ничего сделать там не может. Да, тогда были выдающиеся достижения, включая перенос или, можно даже сказать, открытие посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме. Давайте, чтобы завершить тему об Иране, вот что обсудим. Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовала статью своих корреспондентов. Но я, конечно, не пытаюсь сказать, что «Нью-Йорк Таймс» — это истина в последней инстанции, но всё же. Они описывают историю казнённого бывшего заместителя министра обороны Ирана Али Реза Абкари. И вот корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» утверждают, будто бы Россия помогла разоблачить британского агента казнённого в Иране. Причём пишут они всю историю с 2008 года, что именно некий британский, скажем так, крот позволил вообще разузнать о планах, о ядерном оружии, о том, что возможно, и, как мы теперь понимаем, уже невозможно, а наверняка Иран его собирается изготавливать. И по последним заявлениям во всяком случае израильского премьера Бенджамина Нетаньяху это произойдёт вот-вот, это уже, в общем-то, на грани или, возможно, уже произошло, но просто мы ещё об этом не узнали. Скажите мне, пожалуйста, какова роль России, верите ли вы «Нью-Йорк Таймс» и что это теперь? Такая ось зла, Иран и Россия, они навеки вместе? Ну, у меня информации нет, естественно, поскольку эта информация закрытая. Но то, что сотрудничают с секретной службой России и Ирана, в этом сомнений абсолютно никаких нет. Но были случаи, даже вот в самом начале исламского режима, когда пытались наладить такие связи и в российском посольстве те, кто работали в КГБ и в ГРУ, то есть военной разведке, они налаживали отношения не только с оппозицией ей, то есть с коммунистическими элементами, с левыми партиями, но они налаживали отношения с новой секретной службой Ирана. Я прекрасно помню, как в Москву тайком приезжал руководитель этой секретной службы, новой исламской, под видом заместителя министра, по-моему, сельского хозяйства. Кто-то. Я его узнал просто, когда я был в иранском посольстве, но мне надо было у этого министра взять интервью. Я в Москве тогда находился. И когда я туда вошел, я увидел, что в составе делегации в качестве его подчиненного это вот тот самый руководитель всей секретной службы Ирана. Так что, да, связи такие были, связи налаживались, и поэтому вполне возможно, что помогли иранцам выявить крота, выявить шпиона, предателя с точки зрения исламского режима. И потом его казнили. Так что это меня нисколько не удивляет. Ну, тут, наверное, было бы, может быть, уместно вспомнить и ту деятельность, которую развернул Кириенко в бытность руководителя «Росатома». Когда Кириенко был главой «Росатома», они возобновили строительство атомной электростанции в Бушере. Причем начинали это строительство еще вот в те шахские времена. Начинали, по-моему, немцы и даже, кажется, компания «Сименс». Но, видимо, надолго это было все заморожено. И именно «Росатома», и именно Кириенко начали достраивать этот объект. Ну, и тогда тоже говорили, что под видом вот этих якобы мирного атома на самом деле им помогают установить центрифугу, им помогают, ну, и Кириенко этим, видимо, занимался непосредственно, вот, добыть ядерное оружие. Ну, я думаю, конечно, помогают. Да, там работали немцы, французы, потом работали наши на строительстве этой станции. А с точки зрения технологии обогащения урана при помощи центрифуг, вот этот длительный процесс, но он дешевле других технологических процессов. И его... Ну, это процесс, который принадлежит Росатому. То есть это российская полностью технология. Без Росатома это невозможно никоим образом что-то делать. Но вы посмотрите, что такое Росатом. Он фактически обеспечивает больше трети ядерного топлива в Европе и где-то около четверти в Соединенных Штатах Америки. То есть, когда сейчас говорят, что Росатом нужно каким-то образом подвергнуть санкциям, еще что-то, я всегда думаю, ребята, а вы подготовились к тому, что без него, без технологии российской, вот этой, и без дочек Росатома, которые вам поставляют обогащенный уран в виде топливных элементов, вы просто, вот у вас встанет половина вашей ядерной отрасли на Западе. И поэтому, ну, как-то, можно, конечно, говорить, что это в политических целях все делается, но когда я вижу, что они работают по всему миру, и в Азии, и в Африке, и в Соединенных Штатах, и в Европе, то тут на первом месте все-таки коммерческие интересы какие-то, а уже потом расчет на то, что это может в будущем послужить каким-то инструментом политического давления, вот такая зависимость от российского урана. Ну, тут российский, казахстанский уран, но тем не менее, вот от этих топливных элементов. Украина на большей части своих атомных электростанций перешла на топливо в Вестинг-Аус. Каковы мощности Вестинг-Аус? Они не смогли бы все потребности удовлетворить не только Украины, но и мира? Нет, судя по всему, это опять тот же самый уран, который, ну, 40% урана на Западе, это казахстанский уран. А дальше, но они не имеют своих мощностей и технологий по обогащению, дальше уже Росатом этим занимается. И тот же Вестинг-Аус, у него очень ограниченные возможности, они не могут всех, весь мир обеспечить своим американским топливом, элементами. И, судя по всему, это тот же самый уран, который разными путями туда попадает, а потом уже в виде сборок таких ТВЭЛ топливных элементов может поставляться в разные страны. Так что, скорее всего, и там Росатом оставил свои следы. Вы знаете, вот сейчас вы ответили на вопрос, который меня мучил уже больше года. Я никак не могла понять, почему дебошь и вообще безобразие, которое они устроили на Запорожской атомной электростанции с приездами постоянными, МАГАТЭ, делегаций и просто, ну, я не знаю уже дальше, что они, то есть это уму непостижимо, что они там вытворяют с оккупацией станций. И, тем не менее, я все думала, ну, когда же введут санкции против Росатома за все то, что они творят. А теперь я понимаю, что они чувствуют свою безальтернативность в какой-то степени именно в этой отрасли. Да, конечно. Так почему-то им еще и разрешили, я так понимаю, предыдущая администрация, видимо, еще Обамы, разрешили сделку с Ураниум-1, канадскую компанию, им разрешили купить. Они ее купили? Я не знаю об этом, но вполне могут и разрешить, потому что, ну, а где они еще возьмут уран? Ну, понятно. Так, это очень все плохо, и, честно сказать, я даже не очень понимаю, какими силами мир может противостоять такой монополии и, по большому счету, либо отказываться от атомных электростанций, либо доразваливать уже Россию, наконец, вводить внешнее управление. Да, ну, как-то, в общем, все это, это все действительно как-то, ну, так сказать, неоптимистично выглядит. Но давайте переместимся в Турцию, потому что я вот хочу обсудить в основном те страны, которые вроде бы становятся все более и более независимыми. Вот новость. Турецкое боровое судно «Фатид» обнаружило в Черном море запасы природного газа объемом 58 миллиардов кубических метров. Значит, президент Турции Реджеп Тейб Эрдоган сказал, что они будут сейчас бурить с большой скоростью, немедленно, чуть ли не будут, приступят к этому, что оценивается на рынке в триллион. Даже, так сказать, потом еще уточнили объемы даже больше, чем первоначально показала вот эта вот георазведка. И дальше они еще в районе горы Габар обнаружили нефтяное месторождение с запасами около 150 миллионов баррелей нефти стоимостью 12 миллиардов долларов. Скажите мне, пожалуйста, это даст большую независимость Турции? Какова их вообще стратегия? И изменится ли она после открытия этих месторождений? Нет, Турция это месторождение, ну, не крупные месторождения, то есть, где-то в море это по газу средние, в нижнем конце средних месторождений, как бы, можем так сказать. Но добыча уже началась, то есть, они могут совершенно спокойно уже где-то пользоваться этим газом, но Турция никак, независимость не приобретет от этого, потому что Турция очень сильно зависит от импорта газа. У них потребление примерно 64 миллиарда кубометров, но посмотрите, два газопровода идёт из России, это голубой поток идёт и так называемый турецкий поток в Турцию попадает. Кроме этого, они покупают газ в Иране, ну, там сезонные есть колебания этого газа, не так много, там, ну, где-то 8 миллиардов кубометров. они сейчас расширяют свои мощности по приёму сжиженного газа и покупают его, ну, со всего света, от Соединённых Штатов до Африки идёт ещё и сжиженный газ, то есть, они удовлетворяют свои потребности. И есть линия из Азербайджана, где они вот через Грузию в Турцию и дальше эта линия продолжается через Грецию и Албанию в Италию. Часть сейчас они снова открыли старую трубу, по которой из России через Украину, Румынию и Болгарию получали газ, они её развернули и сейчас из Турции газ ещё идёт и вот в направлении Сербии и вполне может попасть в Молдавию, в Молдову и даже в Украину. Какой-то объём газа они даже получают из Ирана туркменского, то есть, Иран покупает газ в Туркменистане, а потом продаёт его уже как свой собственный, ну, схема обмена такая. И поэтому Турция считает сама себя сейчас таким, ну, как бы хабом, распределительной точкой по газу. Для российского газа там место очень неограничено, потому что экспортировать из Турции дальше российский газ Газпром может только по одной трубе небольшой, объёмом 16 миллиардов кубометров в год. Вот продолжение турецкого потока, который в Болгарию заходит. И сейчас на этой трубе Болгария не покупает этот газ, там сидит Венгрия и Сербия. Но турки рассчитывают, что у них будет ещё дополнительные какие-то объёмы газа, возможно, из Туркменистана больше, если трубу через море кинут. И они очень сильно рассчитывали на газ из Израиля. Вот здесь их надежды, я думаю, обломились, потому что они, ну, я присутствовал на конференциях в Стамбуле, из года в год проводились конференции, там и израильские были представители аналитики, там были и турки, там были представители Кипра, Ливана, то есть турки думали, что они получат газ, борем, как-то вот трубу кинутым с израильских месторождений, а дальше они будут его уже экспортировать в Европу. Это всё обломилось, потому что это невыгодно, и в Израиле посчитали, что турецкий маршрут для них может быть транзитно, ну, по политическим даже соображениям Турция может всякие фокусы там предъявить на это. Не вышел проект ИСТМЕД, так называемый, то есть с израильских месторождений на Кипр, а потом с Кипра на Крит, потом в Грецию и дальше в Европу, потому что по нескольким соображениям. Первое, это рынок Европы, вот Южная Европа не растёт, вот дополнительный газ туда не нужен просто туда, вот эти объёмы израильские. И потом турки грозят, что в районе Кипра они не допустят каких-то разработки газовых месторождений, и то и дело посылают туда то свои канонерки, то ещё что-то, мешая там и разведке, и добыче, и поэтому там тоже ситуация далеко не благополучная. И поэтому из Израиля было решено отправлять газ в Египет, там есть свободные мощности по сжижению, а дальше уже сжиженный газ отправлять туда, где будет на него спрос. Скорее всего, и дальше построят или арендуют плавучие мощности по сжижению газа, и прямо на этих месторождениях Левиафан, Тамар, вот там поставят их и спокойно будут экспортировать свой газ туда, куда им надо. Изначально это же было такое совместное решение, это был совместный проект «Израиль-Кипр-Греция-Италия». Вот как раз Левиафан, ну и все то, что вы сказали. Но я не понимаю двойственность позиций в таком случае Турции. Они с одной стороны хотят получать израильский газ, а с другой стороны мешают его дальнейшей добыче и разработке на Кипре. То в чем суть этого всего? Ну на Кипре это не израильский газ, они мешают... Ну проект-то совместный? Нет, вот там, где работают компании «Эни», «Тоталэнерги» и другие вокруг Кипра, там израильтян нет. Это в израильском секторе моря, вот там как раз и ведется разработка этих месторождений, и добыча газа там идет. А туркам мешает то, что вот те работают вроде бы в кипрских водах, и проблема Кипра не урегулирована. То есть вот он по-прежнему разделен. А проблема израильского газа это отдельно вот от этого проекта. То, что там в печати это все назвали совместным проектом, да еще и с Турцией, это не соответствует действительности. Поняла, но скажите, пожалуйста, это турки сами по себе вот именно выберли такую линию поведения, в том числе, как вы говорите, по политическим мотивам, или они настроены Москвой, потому что в Москве тоже не нужны конкуренты? Нет, я думаю, что здесь Москва не играла никакой роли абсолютно. Это турки хотели, чтобы Израиль свой газ отправлял на турецкую территорию, а не по вот этому газопроводу вокруг Кипра и дальше туда, в Европу. Потому что позиция Газпрома состоит в том, чтобы уйти из Европы, а не сражаться там с конкурентами. Вот по указанию Путина Газпром свернул свои торговые контракты в Европе и должен будет выплатить вероятно большие штрафы, но это Россия ушла с европейского рынка газа, а не кто-то ее заставлял. И поэтому там ни о какой конкуренции речи не идет. Мы чуть позже разберем ситуацию с Газпромом и с этими трубами, но перед этим мне теперь уже, поскольку это наш лейтмотив, я бы так сказала, программа неожиданная для меня, мне придется спросить теперь еще про атомную электростанцию, которую продолжают строить в Турции силами Росатома. Да, да. Вот эта вот станция АККУЮ, так называемая, вот ее загрузили топливом российским, казахстанско-российским ураном, и дальше все будет по-прежнему. Это же не только в Турции, а в европейских странах, вы посмотрите проект в Венгрии, но в общем-то не так давно был проект, но он сорвался в Финляндии, но много европейских стран зависит как раз от сотрудничества с Росатомом, и это продолжается, и Росатом работает не только в Иране и в Турции, он работает в Индии, он работает в Китае, так что да, это все продолжается. Ну, знаете, у меня еще вот тогда такой вопрос конспирологического характера, потому что до меня доходило это в форме такого предположения, которое, конечно, казалось мне диким, ну, наверное, до февраля 2022 года мне много чего казалось диким, а теперь уже как знать. Вот скажите, пожалуйста, такая точка зрения, что будто бы во время строительства разнообразных атомных электростанций, особенно в, ну, тогда соцлагере вот в этих странах Восточной Европы, КГБ СССР что-то такое туда вмонтировало, что позволяло бы при необходимости ее резко остановить дистанционно, а, говорят, даже взорвать или там во всяком случае повлиять на процесс работы, таким образом создавая дополнительный очаг влияния и говоря любым, то есть, как им тогда казалось по их доктрине, любым захватчикам значит, интернационала, то есть, там, коммунистически настроенных территорий, что ничего у вас не получится, потому что вот красная кнопка в Москве. Ну, я с сомнением отношусь к такой теории, вот я знаком был с людьми, которые строили, ну, например, вот атомные станции Козлодуй в Болгарии, то есть, ну, вот по этим всем точкам в странах народной демократии в социалистических странах. И контроль за тем, что они делали, был, ну, чудовищно строгим. И куда-то вот в эту технологическую схему еще вписать какую-то взрывчатку куда-то заложить, я думаю, это было бы очень и очень сложно. И потом, мне кажется, такой задачи-то не стояло тогда. Наоборот, когда ехали куда-то специалисты что-то делать, то им говорили, вот главное не навредить этому контракту, боже вас упаси, чтобы мы это вот дело не потеряли. В Иран, когда ехали специалисты, им говорили, вы понимаете, что иранцы золотом платят, ну, золотом, условно говоря, платят. Мы вот трясемся над этим проектом, над этим контрактом, главное, не навредите. я с сомнением отношусь к такой теории, что там заложили что-то заранее. Потому что, знаете, ведь считается, что французы более технологичны с точки зрения строительства атомных объектов, но, тем не менее, очень часто все-таки получают контракт Росатом, и это, ну, как вам сказать, в сегодняшних условиях, ну, по-моему, очень небезопасно, даже если там нет закладок, о которых мы с вами говорим, а просто потому, что это зависимость от обслуживания и многое от чего другого. Вот вы пока не наблюдаете какого-то мирового тренда или какой-то программы, как отказаться миру от услуг Росатома? Нет, пока не наблюдаю. Мало того, я совсем недавно, вот пару месяцев назад я разговаривал с англичанином, который занимается ядерной отраслью, он мне говорит, знаешь, говорит, мы очень завидуем вашему Росатому, потому что по некоторым позициям он нас обогнал. Вот, например, для того, чтобы построить плавучую атомную станцию, которую вот Академик Ломоносов у нас идет такая, она на Дальнем Востоке, на Дальнем Севере, там, на Чукотке, сейчас снабжает электроэнергией местных потребителей, или, например, ваша новая совершенно безопасная технология ядерной станции под названием Брест, который вот недавно один реактор открыли, да, мы понимаем, что это он страшно дорогой, страшно дорогая технология, но она настолько обогнала нас, и американцев, и европейцев, что вот мы просто вам завидуем. Так что можно, конечно, горевать по поводу того, что такая мощь у путинского режима есть, но против фактов трудно попереть, вот, в чем-то действительно, не только в Балете, а вот еще и в Росатоме обогдали. И танки наши быстрые, но это уже точно нет, там, вы помните, да, а также в области Балета, да, мы впереди к Балете все, это уже тоже нет, но, видимо, все-таки, что касается атомных технологий, то тут, видимо, действительно, придется подумать, каким образом противостоять их монополии. Так, заработал, из хороших новостей теперь, заработал газопровод Балтик Пайп, норвежское месторождение, значит, проложен долго, уж не помню какого, с 2011 года шли работы, в конце концов добрался до Польши, запустили. Скажите, пожалуйста, насколько они покрывают вообще нужды, насколько его достаточно, и самое главное, насколько он защищен от разнообразных диверсий. Первое, да, это он позволил Польше вместе с другими источниками импортного газа отказаться от российского газа совершенно. Он где-то обеспечивает, может быть, 20% потребностей Польши, но у Польши же есть еще новый терминал в Свиновьице по приему сжиженного природного газа. Она соединена газопроводами с Германией, откуда иногда тоже поступает газ от европейских трейдеров, которые они покупают там. Они даже могут сейчас помогать из Польши Украине, потому что там газопровод расширяется. Они проложили новый газопровод в Литву и могут еще играть потоками газа, потому что в Литве тоже есть терминал по приему сжиженного газа. То есть Польша себя как-то обеспечила вот этой инфраструктурой, диверсифицировала все и может теперь быть полностью независимой от России. С точки зрения безопасности это точно так же как любые газопроводы. Да, мы видели, были взрывы на газопроводах, были аварии на газопроводах, и поэтому они точно так же чувствительны к разного рода воздействиям, добровольным или случайным, которые могут произойти в будущем. Ну, вот теперь злободневная тема северные потоки. Вы как раз сказали по поводу штрафов, ну, потому что они фактически в одностороннем порядке начали шантажировать Европу, и, естественно, что должны были бы и все еще должны заплатить неустойки, поэтому одна из версий того, зачем эти трубы были взорваны, это чтобы создать ситуацию форс-мажора, вслед за которой не пришлось бы платить эти, ну, чрезвычайно большие неустойки. Вот тревожная новость, однако, как мы знаем, президент Трамп в свое время накладывал санкции на Северный поток, за что ему большое спасибо, но придя в Белый дом Байден, первым делом эти санкции снял. Ну, понятно, там они работали, конечно, все очень плохо, но потом произошли вот эти взрывы после того, как Путин в одностороннем порядке решил было заморозить зимой Европу. А теперь страховые немецкие компании, Альянс, ну, это одна из крупнейших, и Мюник-Ре, тоже немаленькая, возобновили страхование контролируемого Россией газопровода Северный поток, потому что решили, что санкции все-таки наложены не будут, что очень плохо. Ну, и вот теперь у меня, собственно, вопрос. Как вы думаете, какую стратегию теперь изберет Газпром? Ремонтировать, запускать, разбирать на металлолом? То есть, что? Ну, во-первых, там немножко не совсем точно. Санкции против Северного потока-1, ну, фактически не было никаких. Вот, Северный поток-2, да, Конгресс принял документы, вводящие санкции. И с тех пор эти документы никто не отменял. Северный поток-2 у нас по-прежнему, он не начинал из-за этого работать. И немцы, даже те трубы на земле, которые проложены, чтобы соединить все, они уже их используют для того, чтобы подготовить к импорту с жиженного природного газа, с побережья, с терминалов. Они вот этой инфраструктурой будут пользоваться. страховая компания, да, она возобновила работу по Северному потоку-1, потому что, ну, были такие, там санкций не было. Это первое. Второе. Там во владельцах 50% принадлежат это респектабельным западным компаниям. Они заинтересованы в том, чтобы какую-то свою страховку за это получить. Даже когда труба просто не работает. И под очень серьезным нажимом вот страховая компания была вынуждена снова взять на себя страхование вот этого Северного потока-1. теперь будет ли Газпром восстанавливать это? А зачем останавливать было прокачку газа? То есть, чтобы потом восстанавливать это? Я как-то здесь логики большой не вижу. Нет уж, ушли так ушли. Это раз. Тем более, там надо деньги вкладывать, ну, никак не меньше 300 миллионов долларов вот по оценке, чтобы отремонтировать эти участки поврежденные. Скорее всего, даже больше цена будет. И Газпром, я думаю, сейчас просто к этому не готов. У него нет указаний сверху возобновить поставки газа европейским потребителям. Наоборот, все сворачивается. Даже через Украину вот один ручеек течет туда, в ту сторону. Он то больше, то меньше становится. Ну, где-то то 24 миллиона кубометров в сутки прокачивает, то 42 миллиона. Больше 42 миллионов кубометров в сутки туда не прокачивает. А по контракту должны были 167 миллионов качать. То есть Газпром-то вот у него есть возможность качать газ. Мало того, Газпром ушел из газопровода Ямал-Европа, то есть через Беларусь, Польшу, в Германию. И там они не качают ничего. Хотя газопровод, никто его не взрывал, он исправен. И в случае договоренности можно было бы туда качать газ. Поэтому говорить о том, что Газпром заинтересован в том, чтобы починить и начать прокачку газа, я бы не стал. Потому что он сам ушел. Вот. Это, но не сам, а по указанию Путина. А в чем эта стратегия? Зачем они ушли добровольно с рынков и потеряли столько денег? Ну, понимаете как? Я когда услышала о том, что они, значит, ну, это было сколько-то лет назад, против некоторых санкций, в ответ, вернее, сами отказываются от западных продуктов, от хамона, там давят сыры, и все такое прочее. Ну, это было такое впечатление, что он был напуган возможностью, что Запад в итоге сам это сделает первым. И он просто опережал, нет, это не вы мне не даете сыр, это я его топчу бульдозером. А в случае с газом, какая логика? Ну, в случае с газом Путин живет в каком-то придуманном мире. Он в плену каких-то иллюзий. Он думал, да, и говорил об этом, что вот мы сейчас прекратим поставки газа в Европу, они там замерзнут, у них будет экономический коллапс, страшная катастрофа, они погибнут, они приползут на коленках в Москву, и потом снимут с нас все санкции, откажутся от поддержки Украины, и все вот так, вот это вот все, это его сценарий был такой. Когда это не сработало, он почему-то стал верить в то, что потоки газа пойдут теперь в Китай. Но он много раз говорил о том, что он собирается соединить трубы, которые на восток идут, с трубами, которые на запад идут, и потом, значит, переключать потоки газа с запада на восток и обратно в китайском направлении. А китайцы-то, ну, во-первых, он не учитывает то, что китайцы молчанием встречают все его просьбы, о новых контрактах на газ. Это первое. А второе, если построить приблизительно той емкости газопровод, той мощности газопровод с Ямала, откуда начинаются потоки в Европу, оттуда в Китай построить, то это надо 12-15 лет. А через 12-15 лет, во-первых, Китаю не нужно будет столько газа, да и вообще этот дополнительный газ, он не присутствует никак в китайских планах, в графиках, работы на ближайшие 20 лет. К тому моменту, когда возможно, ну вот теоретически, вдруг чудом каким-то построит газопровод новый в Китай, китайцы скажут, извините, мы вот тут переключились на зеленую энергетику, у нас вообще потребность в газе очень сильно сократилась, и у нас достаточно сжиженного газа, да и с туркменей газ, чтобы нам не нужен ваш русский газ, по любой цене, да даже за копейки. Это вот эта знаменитая Сила Сибири. Сила Сибири-2, потому что у нас есть Сила Сибири-1, да, которая выйдет на проектную мощность только через 10 лет после начала строительства, то есть в 25-м году. Вот она выйдет на проектную мощность 38 миллиардов кубометров в год будет качать в Китай. Вот и всё. Но там не хватит в этих месторождениях, которые её обслуживают, запасы газа, для того, чтобы 30 лет, как положено по контракту, вот эту мощность поддерживать. Значит, нужно откуда-то ещё газ брать. И поэтому, судя по всему, «Газпром» всё-таки будет вынужден газ тянуть с Ямала, вот эту вот очень дорогостоящую трубу, чтобы хотя бы, если китайцы не покупают, то спасти вот этот прогорающий контракт. Вы понимаете, в чём всё дело? Всегда считалось, что он, Путин имеется в виду, идеологически, слаб, интеллектуально поверхностен, во многих вещах уж исторически просто неграмотен и так далее. Но думалось всегда, что неплохо вроде бы настроил хотя бы наркотрафик, грубо говоря, в форту Санкт-Петербурга, уж как бы свой бассейн наполнять и как сделать так, чтобы «Газпром» приносил ему деньги, всегда всем казалось, что для этого у него хватит вот серого вещества. Что происходит? Вот сейчас я просто в шоке. Ну, он действительно ничего не понимает. Ну, какая-нибудь телевизионная картинка. Сидит Путин, перед ним сидит руководитель Роснефти и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Сечен Игорь Иванович. И Сечен Игорь… Тоже лицо неотягощенное. Вешает ему жутчайшую лапшу на уши. Он ему в хрустальном графинчике показывает какую-то нефть, говорит, что этой нефти много и что к концу 2024 года он северным морским путем будет отправлять 30 миллионов тонн нефти, новой нефти, куда-то там угодно, и Россия повысит свою роль, увеличит свое влияние на рынки и так далее, и так далее. И тот радостный мотает головой, но нету там, и запасов таких нету, и нету одного танкера в сутки, ледового класса танкера, чтобы отгружать из несуществующего пока порта этого Сеченского отгружать эту нефть куда-то. А там этот сидит вот такой незнайка и радостно кивает головой. У меня, знаете, сейчас увиделся образ вот этой деревянной матрешки, причем от такой распиаренной великой России матрены до самой маленькой фигурки гопника, который там сидит в самой маленькой и вот этой большой дергать. Но вы понимаете, ну, Сечен, филолог, большой, значит, знаток португальского языка, но, судя по всему, у него получается только лапшу увешать на уши Путину, потому что он развалил все, что мог. Ну как, ему досталась прибыльная кампания, ну как бы, рейдерский захват. Ради чего было? Громить ЮКОС, забирать его таким безбожным путем, подвергая себя в дальнейшем штрафам, санкциям. 50 миллиардов они должны акционерам ЮКОСа, каждый день набегают пени. Сделали в итоге это все, сожрали, значит, украли, стали убыточными, им еще добавляет бюджет, потому что они не справляются с вот это все. Ну, я не знаю, как бы вам сказать. А как они вообще до сих пор тогда концы с концами еще вообще сводят? Ну, это же не только ЮКОС, это и Башнефть, и ТНКБП, и Удмуртнефть, и много кто еще. То есть, вот это расширение этой вот раздутой этой компанией, она, конечно, уже неэффективна из-за своих размеров каких-то чудовищных. Но надо же помнить, что это государственная компания. Там деньги, вот эти люди, которые ею командуют, они зарабатывают не на конечном результате коммерческом, они зарабатывают в процессе, распила бюджета, а бюджет должен быть основан на каких-то грандиозных проектах, где огромные затраты, сметы раздутые, все. Вот там они очень хорошо зарабатывают. Распил-откат, распил-откат. Все понятно. Вот как работает компания. А уж то, что никакой прибыли от этого не будет, это совершенно понятно. Им наплевать на эту прибыль в будущем. А как они концы с конца до сих пор сводят, я понять не могу. Да прекрасно, прекрасно. Вот в процессе так и есть. Бюджеты выделяются на каждый год большие-большие. Им хватает. А то, что там и нефти нет в тех месторождениях, столько, сколько они обещали, то, что вот этот порт не построен, то, что танкеров нет, чтобы эту нефть, мифическую нефть хотя бы, вывозить, это их абсолютно не касается. Там сплошное очковтирательство идет. Но это же рано или поздно все равно приведет к тому, что общий объем резервов, денег, я не знаю, в конце концов, напечатать они могут, я понимаю. Но все равно это будет уменьшаться. Масса. Вот сейчас такое положение сложилось в нефтегазе. Ну, я думаю, что не только вот в этой отрасли. Когда даже в коммерческих компаниях есть стратегия, первая стратегия, это как можно больше экспортировать. Пусть по цене две копейки, но чтобы это шло на экспорт. Дальше пользоваться этим, то есть государству показывать, что нефть ушла по цене ну там 30-40 долларов за баррель, все как полагается. Дальше нефть кому продают? Они продают своим собственным подразделением или дружественным трейдинговым компаниям. которые дальше начинают накручивать цену. Эти деньги в Россию не возвращаются. Дальше хорошие чиновники коррумпированные заводят себе флот из танкеров, которые возят эту нефть по завышенным фрахтовым ставкам. То есть эти деньги тоже в Россию не возвращаются. Дальше идет договоренность с каким-нибудь в странах получателях этой нефти. Там тоже идет дележка и распила вот этого всего. Принцип номер один все на экспорт по минимальной цене. Принцип номер два не возвращать эти деньги в Россию. То есть Гарену все огнем. Сейчас мы все растащим наплевать, потому что все равно судя по всему конец близок. Поняла. Они почему-то думают, что если они много еще своих каких-то собственных наворованных сбережений увезут, что это их каким-то образом спасет от скамейки подсудимых и что почему-то не найдут их кубышки. Кстати, про кубышки. Сургут, нефтегаз. Это что, 140 миллиардов кэша личных денег на капризы Путина? Ну, там не 140 миллиардов, там немножко поменьше, но я думаю, где-то под 50-60 миллиардов долларов у них на банковских счетах есть. Это особенность компании. Во-первых, у нее структура никому неизвестная. Она с самого начала задумывалась так, чтобы замаскировать эту структуру. Там две компании с одинаковым названием, они друг другом владеют какими-то перекрестными путями. Что это такое, никто понять не может. Все это там крошилось, дробилось, какие-то сотрудники компании владели, у них скупали эти акции. Потом, какой из этих двух компаний, там потом уже не одна. Потом все это накладывалось на психологию руководства компании, потому что руководство, оно из потомственных нефтяников, и они вот мы сами со всем справимся, нам эти иностранцы не нужны. То есть вот жуткая ксенофобия, такая вот патриотизм, но кто будет в конце концов распоряжаться этими вот деньгами, это никто не может сказать. Они когда-то по решению российского руководства хотели даже приобрести за границей часть венгерской компании, мол, есть такая нефтегазовая компания, уже даже деньги перечислили, там сказали, вы знаете, мы не можем утвердить сделку, пока вы не покажете структуру собственности. Ах, так, сказали они, давайте нам деньги обратно, но они потеряли, конечно, сколько, но это был такой секрет, что нельзя это раскрыть. Это личная кубышка Путина, я так понимаю. Мы не знаем, мы не знаем. Предполагаю, это я тоже предполагаю. Смотрите, за все время правления Трампа у меня к нему возникла одна ужасная претензия. Так, вроде все было неплохо, но он зачем-то поехал в Саудовскую Аравию в то время, когда уже почти упали цены, почти ниже тех цен, которые были бы, ну как, себестоимостью, что для российской нефти, она же дорога, так сказать, поскольку они же амортизированные старые советские трубы и все прочее менять не хотят, это же бог знает откуда тащить, еще смешивается не самым выгодным образом, ну уж что делать. И вот в результате этого всего я так понимаю, что себестоимость, ну во всяком случае то, что знала я тогда, было в районе 36-37 долларов за баррель. Ой, это все по-разному. Было, потому что было и 7 долларов за баррель, были такие периоды. Себестоимость? Да. Но это, видимо, курс был другой. Ну конечно, но когда российская нефть шла по 9 долларов за баррель, продавалась, тогда один из руководителей нефтяной компании, российской, он сказал, мы за 7 долларов можем совершенно спокойно, у нас еще что-то останется. Поэтому это разные цены, разные периоды. А вот то, что тогда в период жуткого падения цен на нефть сделал трамп, то это заслуживает отдельного вообще, наверное, жизнеописания этого президента, потому что он не просто поехал в Саудовскую Аравию, он понял, что нужно цены каким-то образом повышать. Вот одно время надо понижать цены в интересах было бы Соединенных Штатов, а тогда складывался такой критический момент, когда цены падали даже в отрицательную такую половину графика, вы помните, что по 40 с лишним минус 40 с лишним долларов была цена нефти в Соединенных Штатах Америки, вот когда она обвалилась. То есть это было критическое положение. А для того, чтобы выправить каким-то образом цену, вот ОПЕК и другие страны должны были понизить объемы добычи, чтобы создать некоторый дефицит, когда цены пошли бы вверх. Тогда вот эта история, конечно, замечательная. Саудовская Аравия обратилась к России с такой просьбой, извините, вот три года подряд мы с вами сотрудничаем, вы обещаете нам постоянно, что будете понижать добычу в общих интересах, а вы ее повышаете. Как это? Вот давайте хотя бы на 300 тысяч баррелей в сутки, ну даже не на 1 миллион, вот понизьте добычу, мы тут все пропорционально в ОПЕК, там вот это ОПЕК плюс, тоже понизим. Как ответил Путин? Он сказал, значит, Саудовская Аравия сама нарушает все эти правила, они лгут на каждом шагу, и обиделись арабы страшно. Обиделся наследный принц Мухаммед бен Салман, который вот и занимается такими делами в Саудовской Аравии, как нас обвиняют, мы тут Медуины, мы вообще не можем солгать, мы тут правду всем говорим, а они, ну, Россия по-хамски жутко себя повела. Значит, развалился этот альянс ОПЕК плюс. Что делает Трамп? Трамп понимает, что нужно Путину, он в телефонном разговоре сводит его по телефону не с наследным принцем, который страшно обиделся на Путина, а с королем напрямую в Саудовской Аравии происходит телефонная беседа трех. Путин страшно польщен, потому что перед этим с ним никто не хотел за руку здороваться, его выкинули из большой восьмерки, то есть он был паре и я, и тут вдруг президент Соединенных Штатов и король Саудовской Аравии с ним как с равным совещаются, и Путин согласился на полтора миллиона баррелей в сутки понизить добычу российской только потому, что его посадили за один стол с важными людьми. То есть для Америки это был выход из положения, тогда Трамп не мог думать о том, чтобы развалить Россию, ему нужно было спасать американскую нефть, я поняла. И цены на рынке на мировом. Понимаете, просто я вот из вашего рассказа сейчас поняла одно, что газом их не задушить, вернее тем, что он не будет покупаться. Он уже не покупается, они все еще как-то там существуют. Соответственно, надежда на то, чтобы в конце концов было эмбарго на их нефть. Вот я сначала решила с вами обсудить вариант того, что цена будет хотя бы несколько месяцев, может полгода ниже, допустим, 30 долларов за баррель, так как это было тогда, в сопоставимых величинных, когда развалился Советский Союз, как раз тоже руководители Саудовской Аравии очень даже поспособствовали этому процессу экономическому, мне так кажется. Могу ошибаться. Нет, нет. Ну и тогда, если это все равно не поможет, то вторая точка зрения, точка зрения прекрасного экономиста Андрея Иларионова, который говорит, что лучше было бы ввести тотальное эмбарго на российское сырье. Ну, посмотрите, в июне прошлого года был принят шестой пакет санкций в Евросоюзе тогда еще, и они фактически присоединились в этом пакете к предложению американцев, то есть полностью отказаться от закупок российской сырой нефти, а через пару месяцев, там тройку месяцев, отказаться от нефтепродуктов от российских тоже. Вот, начиная с декабря прошлого года это должно было войти в силу. А потом они стали, и мы тоже считали, да, и в результате добыча нефти в России могла на 50%, больше чем на 50% упасть вообще. Это очень серьезно для России. А что получилось на мировом рынке? Если на мировом рынке вот эти объемы российские убрать из этого баланса, возникнет дефицит. Раз возникнет дефицит, взлетят цены. Непредсказуемо взлетят цены. И вот эти авторы этих санкций, они задумались и сказали, а давайте мы, цель-то у нас какая? Лишить Россию денег от нефти, а не наказать тех, кто покупает российскую нефть. Давайте разрешим. Установили потолок. Да, установили потолок цен. В результате в первом квартале Россия потеряла от нефтегазовых доходов, она потеряла где-то 46-45% получилось. Это все исчезли на треть бюджет, доходы бюджета сократились на треть. То есть санкции заработали, но Россия продолжает экспортировать свою нефть, продолжает экспортировать нефтепродукты, но получает за них гораздо меньше. Вот в чем смысл. И на каких-то плавучих кораблях смешивает ее с иранской? Есть такое, есть и такая схема. Если раньше они в Средиземном море это делали у берегов Греции, у берегов Сеуты на Марокканском побережье, то сейчас это происходит около островов зеленого мяса, змия, как мыса. Вот там сейчас смешивается вот эта нефть. Поэтому покупают по дешевке. Дальше трейдеры ассоциированные либо с нефтяными российскими компаниями, либо с продажными чиновниками коррумпированными, они слегка повышают эту цену, дальше отправляют это вот на китайский танкер, на какие-то другие танкеры, дальше накручивается еще больше на эта цена, они в выигрыше, а российский бюджет он в проигрыше. Да, вот так санкции работают. Просто понимаете, я, в общем, как вы, наверное, догадываетесь, сравнительно недавно стала изучать все это, только из одних соображений, чтобы понять, на сколько времени у Путина еще есть деньги, сколько еще он времени может позволить себе вести войну. Вот из этих соображений я стала интересоваться всем перечнем вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Раз то, что делается, пока, ну как вам сказать, недостаточно, может быть, вы дадите мне в частности и нашему зрителю совет, чтобы сделать такого, чтобы у Путина наконец закончились деньги на войну. Нет, мы видим прогнозы, кто говорит, через полгода они закончатся, кто говорит, через три года закончатся, вот я как-то смотрю на разных экономистов, прогнозистов, политологов, они все очень по-разному все считают. Но здесь принцип-то какой, что да, вот деньги кончатся, папа, ты будешь меньше пить. Нет, это вы будете меньше есть, а я пить меньше не перестану. Вот какие деньги у него есть, вот такие он будет пускать на войну. А на науку, на образование, здравоохранение и вообще на социальное обеспечение там вот будет уже по минимуму. Насколько хватит терпения у российского населения, я думаю, что еще подушка безопасности очень у него мощная. То есть он может грабить население еще очень и очень долго и пускать все эти деньги на какие-то военные нужды. А каким должен выглядеть пакет санкций, допустим, ну так, пофантазируем следующий, чтобы вот раз и зажать вот эти все возможности и все? Ну раз это трудно получится, это все-таки будет иметь длительный эффект санкций. Потому что, например, в получении каких-то технологий передовых Россия переключится на Китай, на какие-то другие страны, которые охотно вот эти технологии, они отсталые, они оборудование не такое хорошее, как западные. Но что-то еще на... То есть экономика будет в архаическом таком состоянии, она будет примитивной совершенно, но еще позволять каким-то образом вот этой экономике работать. Поэтому вот сразу не получится точно. Это значит длительное воздействие. Через сколько-то лет будет понятно, что Россия отстала от всего мира навсегда. Вот во всех отношениях. До населения, может быть, и тогда это еще не дойдет. Вот я как-то в революционные чувства населения российского я не очень верю. Я больше всего верю в вооруженные силы Украины. Я больше всего верю. Верю в то, что будет успешный контрнаступ, успешное контрнаступление, что Украина освободит все оккупированные территории той границы 1991 года, в том числе естественно Крым, и что возможно вот это как бы вам сказать создаст тектонический толчок для того, чтобы этот колосс глиняный на лжи и страхи наконец-то рухнул. Ну вот не удержалась бы эта система после такого военного фиаска. Ну а может вот если вот все это осуществится, может произойти совершенно другое. То есть вот какая-то стена даже не физическая, а моральная вокруг России, и она там варится в своем соку, и она кричит, как Северная Корея. Мы тут всех победили, мы на Луну высадились, мы победили в Олимпиаде, как вот в Северной Корее было объявлено. Ну и так далее. То есть вот эта ложь будет продолжаться, ну не знаю, насколько еще хватит. То есть нищая и отсталая в технологическом отношении, в научном отношении страна, ну она может еще довольно долго существовать. Согласна с вами, но пока она существует вот в таком виде милитаризированном, она все равно тревожит, потому что она представляет из себя угрозу. Соответственно, задачей должно быть демилитаризировать Россию. В случае, если она будет демилитаризована, какая разница, кто вообще, там, какие политики, чем они там занимаются. Самый же ужас заключается в том, что они угрожают сейчас миру, так угрожать перестанут. Соответственно, эта тема будет снята. Но как вы мне, простите, добиться этого результата? Я вот не очень понимаю. Из всего, я в общем поняла почти все, только не понимаю, каким образом принудить Россию утилизировать, там, разобрать это ядерное оружие, деактивировать его, запретить и армию иметь и все такое прочее. Вот это мне непонятно. И где это решение? Ну, мне тоже непонятно. Ну, решения, как такового, нет. Я все вспоминаю одного отставного генерала Бундесвера немецкого, с которым я несколько раз общался, на Рижской конференции. Есть такая конференция, осенью проводится в Риге. А он говорил, ну, почему это все говорят, что у этого, у этой задачи нет военного решения. Нет такой задачи, у которой не было бы военного решения, подсказал этот генерал. Но я не исключаю, что если вот дойдет до какого-то уж, совсем безобразного положения Россия, то придется вводить что-то вроде внешнего управления. Вот тогда уже... Внешнее управление это как раз самое бескровное, что может их ждать. По той причине, что это приостановит возможно начинающуюся гражданскую войну. Внешнее управление это то, к чему Россия привыкла уж, знаете, испокон веков. Потому что, когда немцы, цари управляли этой самой, как ее, матреной этой, значит, большой, распиаренной, то тогда, в принципе, ну как, весь двор разговаривал на французском и так далее. То есть, внешнее управление было просто налицо. И два фасадных города, Москва и Санкт-Петербург, по большому счету, мало что изменилось. Поэтому, если было бы внешнее управление, это для них, они бы с облегчением вздохнули. Я бы на их месте молилась бы, чтобы вот настал тот день, когда цивилизованные страны пришли бы ими снова управлять, как это было до большевистского переворота. Но по большому счету, знаете, еще есть, конечно, второй вариант, я его тоже периодически озвучиваю. Нужно, в конце концов, создать релевантное предложение за свержение Путина и за его, в конце концов, голову. Никто ничего не предлагает дельного. Вот когда предложат, тогда, может быть, этот перебежчик из ФСО, как его фамилия была, Каракулов, кажется, он бы вместо того, чтобы бежать и рассказывать, в общем-то, малоинтересные подробности и, кстати, довольно-таки поверхностные, он бы вместо этого затеял бы спасение мира от упыря. Представляете себе, насколько это было бы, ну, так сказать, действеннее и ярче. Поэтому, ну, наверное, надо искать какие-то нестандартные подходы, как Аков, красивые решения. Что-то надо думать. Вот, поэтому, Михаил, спасибо вам большое за ваше время. У меня теперь вопросов, правда, стало еще больше, чем до нашей программы. И поэтому я надеюсь, что вы согласитесь со мной встретиться еще раз и, когда я их сформулирую, ответите на новые вопросы. Вам большое спасибо, что пригласили и удачи вам. Спасибо большое. Разум до пары моги и слава Украине. Героям слава. Субтитры сделал DimaTorzok